Привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, и пока у Андрея нет возможности снимать ролики, я решил, что вернусь к вам с вашей любимой рубрикой фитнес-разборов. И сегодня по многочисленным просьбам я сделаю разбор на несколько роликов с канала Павла Тулы. Вы давно об этом просили, и сегодня ваши просьбы услышаны. Но перед этим одно небольшое, но важное объявление. С сентября месяца действие системы Честный Знак начинает распространяться также в обязательном порядке на майки, футболки, толстовки и другую одежду, которая продается в магазине workoutshop.ru. И поскольку мы не будем заниматься бесполезной деятельностью по маркировке, мы решили полностью отказаться от этого направления. Тем более, что сама по себе одежда магазину не приносила вообще никаких денег. Они ее производили чисто, чтобы поддержать движ, чтобы был какой-то мерч с любимой символикой. Поэтому до сентября магазин нужно распродать все те остатки, которые у него есть на складе, и по этой причине объявляется большая распродажа со скидками в 50%. Можете прямо сейчас заходить на сайт, пока еще большинство размеров есть в наличии, но они активно уходят и больше их не будет. Так что успейте сделать заказ, оформить и получить одежду с любимым логотипом движения Street Workout, которое прослужит вам долгие годы, после того, как уже ее будет нигде не найти. Можете спросить у ребят, которые наши толстовки носят с 2013 года, и они все так же дарят им тепло и комфорт на тренировках. Ну а теперь возвращаемся к теме сегодняшнего ролика. Что делать, если у тебя мало времени на тренировку? Есть один крутой научно обоснованный способ сократить время тренировки на 70% без потери эффективности. Люблю я этих фитнес-блогеров, которые разбрасываются цифрами направо и налево. Мне уже интересно, что же Павел Тулу нам решит предложить сегодня. Многие из вас просили сделать отдельное видео с разбором его роликов, и я постепенно собираю материал для этого. И чем больше материала я собираю, тем больше я разочаровываюсь в этом авторе. По этому методу тренировался даже Арнольд, а сам метод придумал вот этот умный дядя. Арнольд вам еще и не такое расскажет про свои тренировки. Так уж вот кого точно не стоит слушать в этом плане, это его. Более противоречивого, лицемерного врунишки в мире бодибилдинга и фитнеса найти сложно. Тем не менее, многие восхищают его формой и думают, что если они будут следовать его советам, то получат такой же результат, что является максимально далекой от правды идеи. И отдельно мне интересно, как Арнольд умудрился тренироваться по методу мужика, который его придумал и опубликовал только в 2006 году. Что-то здесь не так. О том, что стимулирующими эффективными повторениями в подходе являются только примерно последние 3-5 раз. Например, если вы подняли штангу на 10 раз в отказ, стимулировать ваш рост мышц будут только последние 5 повторений, когда вам было тяжело. Именно тогда механическое напряжение в мышцах запускает строительство новых белковых структур. Последние 5 повторений от 10 повторений – это половина. И да, я придираюсь, но некорректно говорить последние 5, когда ты говоришь про половину. Это все равно, что вот человек бежит марафон 42 километра, и вот вы ему говорите, сначала, значит, пробежишь 21 километр, а последние 21 километр бежать уже будет легче. Ну, бред же, бред. Так нельзя говорить. Если вот делаешь 10 повторений, то последние 1 повторение, последние 2, ладно. Ладно, 3 последних повторения, но это уже прям 30 процентов, это очень много для тех, кто занимался математикой и статистикой. Но последние 5 повторений из 10, а что не последние 9 повторений из 10, да? Классная фраза. Я придираюсь. В любом случае, в целом логика верная, да. К росту приводят только те повторения, которые вы делаете на пределе своим сил. То есть, если у вас огромный запас сил, то от выполнения первых повторений, когда у вас еще очень много сил, и которые очень легко идут, никакого стимула для роста мышц вы не получаете. Вы получаете стимул только в конце, когда вы сжимаете из себя все, когда мышцы работают на пределе или близко к пределу. Вот там получаете стимул для мышечного роста. Отдельно этот механизм рассматривался уже в других роликах на канале, поэтому сейчас не буду подробностировать. Так вот, метод заключается в том, что мы делаем первый подход традиционный, например, на 10 раз с одним повторением в запасе, либо в отказ. Отдыхаем около 15 секунд, делаем второй подход, также с одним повторением в запасе. Например, получилось 3 раза. Как правило, будет получаться около 30% от первого подхода. Делаем третий подход, стараемся тоже сделать 3 раза. Таким же образом мы отдыхаем и еще раз делаем подход. Когда я уже не могу выполнить 3 раза, я останавливаюсь. Все, тренировка на эту группу мышц закончена. Где-то я уже слышал что-то подобное. Ах да, миллениалы изобрели метод отдых-паузы, который в свое время придумал еще дедушка бодибилдинга Джо Уэйдер. Сравните сами. Как показало исследование 22-го года, этот метод был даже чуть эффективнее, чем традиционные 3 подхода. Сохраняй закладки, чтобы не потерять. Что касается научного исследования, на который ссылается в Павел, то я нигде в интернете не смог найти никаких о нем упоминаний. Единственное, что я смог обнаружить, это фотографию в инстаграме автора этого исследования на фоне какого-то стенда, где про него написано, что вот оно было проведено. И все. Хотя автор обещал, что исследование будет опубликовано еще в 2023 году. Никаких научных статей, рецензий, обзоров, публикаций, ничего подобного в интернете нет. То есть для Павла критерием научности и критерием существования научного исследования является картинка из инстаграма. Этого для него достаточно, чтобы сказать, что существуют научные данные. К сожалению, идея использования научного подхода в тренировках, хотя сама по себе она замечательная, но в последнее время становится все более и более попсовой. И огромное количество недоблогеров начинают выдумывать всякую анаучную ерунду, которая звучит сложно, звучит вроде бы научно, но при этом никакого отношения к реальной науке не имеет. Одним из примеров таких недоблогеров является Павел Тулу, которого мы могли бы в принципе охарактеризовать как говорящую голову, которая зачастую даже не понимает ничего из того, что он говорит. Ну серьезно, сказать, что есть научные данные, хотя единственное, что есть это картинка из инстаграма, я разочаровал. Если ты до сих пор качаешься по программе сплит типа понедельник грудь, среда спина, пятница ноги, у меня для тебя плохие новости. Скорее всего ты тратишь время впустую и делаешь мусорный объем. Исследования показали нам, что если делать больше 6 подходов на мышцу за тренировку, дальнейшая эффективность может снижаться. И если ты задрачиваешь по 10 подходов за тренировку свою мышцу, ты не получаешь больше стимула, чем если бы ты просто сделал 3-4 хороших тяжелых подхода. Ты наливаешь воду в стакан, который уже полон и не может выдержать больше. А вот эта вся лишняя вода, лишние подходы, это дополнительная нагрузка на твою нервную систему, на твои суставы. Ты просто разрушаешь мышцы, они не растут от этого лучше. Поэтому если вы умеете тяжело тренироваться, не делайте больше 6 подходов за тренировку. В принципе, рациональное зерно в его предложении есть. Действительно, если мы посмотрим на график отдачи результатов от количества тренировок, от количества выполненных подходов, повторений, то он будет выглядеть в виде параболы. То есть сначала у вас есть какое-то количество, при дальнейшем увеличении которого вы будете получать лучшие результаты. Затем вы выходите на максимум, какое-то количество подходов, выполняя которые вы будете получать наилучшую отдачу от своих тренировок. И затем, если вы делаете либо больше, либо меньшее количество, чем вот этот вот максимум, ваши результаты будут хуже Это абсолютно понятная идея К этому вопросов нет К тому, что этот максимум находится именно на шести подходах, вопросы есть Как, собственно говоря, и к любым другим исследованиям, которые строятся по подобной схеме Когда вот берутся люди, им говорят, делайте, и затем смотрят, какие результаты они получают Потому что те результаты, которые вы получаете от тренировок, они зависят от огромного количества факторов Как вы отдыхаете, как вы питаетесь, да Как именно вы выполняете подходы, если уже брать непосредственно тренировочную составляющую Шесть подходов могут быть совсем разными Одно дело, когда вы в каждом из этих подходов выкладываетесь на 100%, выжимаете из себя все абсолютно силы, все возможности И другое дело, когда вы делаете эти шесть подходов, но не то, чтобы сильно устаете, да Вот сделали шесть по двенадцать, хотя могли бы там шесть по пятнадцать делать Или могли бы шесть по двенадцать, но с большим весом Ну вот вы сделали шесть по двенадцать, шесть по двенадцать, шесть у вас подходов, пошли дальше Если бы вы сделали больше подходов, вы бы получили результат лучше, да Если бы вы сделали меньше, но более интенсивные, вы бы получили результат лучше Это все очень индивидуально И в этом плане вам нужно ориентироваться не на непонятные исследования из интернета Которые говорят вам, делайте 6 Любые вот эти вот конкретные исследования с конкретными цифрами, они довольно забавны А на те результаты, которые вы получаете На канале есть видео под названием «Матрица Кучумова», которое позволяет вам оценить эффективность своей программы тренировок И в том числе она оценивает именно по наличию результатов То есть если вы делаете 6 подходов, получаете результаты То в следующий раз вы можете попробовать сделать 7 подходов И посмотреть, как это скажется на ваших результатах Или сделать 5 подходов В действительности вам нужно смотреть, что работает именно для вас Может быть, вам вообще лучше всего подойдет один подход По заветам Майка Менснера Один рабочий подход с максимальной интенсивностью Потому что именно интенсивность, и это доказано Имеет гораздо большее влияние на рост мышечной массы, чем непосредственно тренировочный объем Поэтому однозначно говорить о том, что если вы делаете больше 6 подходов на тренировке И вы теряете время впустую И пытаетесь налить воду в стакан, который уже полон Это неправильно И это если мы говорим с точки зрения мышц Если мы говорим с точки зрения отработки техники Или еще каких-либо составляющих, над которыми вы тоже работаете на тренировке Тогда это будет неправильно даже вдвойне Хотя в целом, повторюсь, да, рациональное зерно в этом предложении есть Действительно, график представляет собой параболу Поэтому за каким-то пределом Дальнейшее увеличение количества выполняемых подходов Увеличение тренировочного объема Не будет давать вам Блин, меня уже задолбало делать эту растяжку Узнали себя? А нафига ты ее вообще делаешь? Ну как, разве растяжка не помогает расслабиться и быстрее восстановить мышцы? Нет, не помогает Нет, не помогает Ну может помогает не травмироваться? Нет Вообще, когда по здоровью она помогает? Нет, растяжка нет Мне кажется, что в этом шорте он перепутал растяжку и заминку Вот, про заминку действительно доказано Что она не помогает ни скорейшему восстановлению Не помогает ни лучшему росту мышц Не помогает ни в части здоровья Что же касается растяжки То и несомненно положительное влияние на здоровье и на качество жизни Было уже многократно доказано В отличие от обычных силовых тренировок, кстати, они здоровье укрепляют И от травм уберегают, так как делают наши суставы крепче Суставы крепче делают Что он хотел сказать? Фразы делают суставы крепче Как это вообще понимать? Давайте так Когда человек, какой-нибудь фитнес-тренер говорит, что что-то делает что-то Это подразумевает, что у нас есть какой-то способ измерить Когда он говорит, что у нас силовые делают суставы крепче Значит, у нас есть возможность измерить крепкость суставов Каким-нибудь крепко суставометром Я не знаю И это уже само по себе очень интересное заявление У меня на канале есть отдельный ролик Рекомендую его посмотреть Тогда вы поймете степень моего удивления В фразе о том, что делают суставы крепче Но дело в том, что вот если я вам скажу Что какие-нибудь упражнения делают ваши ноги быстрее Да? Делают ноги быстрее Такое же заявление, как суставы крепче Но я могу сказать Вот если вы раньше пробегали 100 метровку за 20 секунд Поделали это упражнение, которое делает ваши ноги быстрее И будете пробегать 100 метровку за 10 секунд Я могу сказать, что вот ваши ноги стали быстрее Видите, вы стали быстрее Это потому, что ваши ноги стали быстрее Это потому, что упражнение помогло Он говорит, что силовые тренировки делают суставы крепче Мне хотелось бы знать, как мы измеряем Характер, правильно? И поэтому мне хотелось бы знать, как он измеряет крепкость суставов Крепкость суставов до, крепкость суставов после Чтобы понять, что действительно силовые тренировки делают суставы более крепкие Скажу честно, я с такой формулировкой раньше никогда не сталкивался Если вы сталкивались, если у вас есть идеи, пожалуйста, напишите в комментариях Ну а в качестве разминки растяжка подойдет? Ну если ты хочешь хуже растить мышцы, то пожалуйста Да, действительно, выполнение растяжки непосредственно перед силовой тренировкой Это не самая лучшая идея, потому что эти два вида активности являются диаметрально противоположными Когда вы растягиваетесь, вы расслабляете свои мышцы И вам нужно научиться их расслаблять При этом, когда вы тренируете, выполняете силовые упражнения, вы наоборот их напрягаете Если сначала вы их расслабили по максимуму, то потом их решить напрячь Это будет не самая лучшая идея Да, видите, контрпродуктивно будет получаться Если вы силовую тренировку делаете, делайте силовую тренировку Растяжку при этом нужно выделять в отдельный тренировочный день Где вы непосредственно фокусируетесь на полном расслаблении своего организма Всех частей тела для того, чтобы ваши мышцы были максимально расслаблены Ну блин, я же качаюсь, если я не буду растягиваться, мышцы будут зажатыми и укороченными Нет, не будешь. Силовые тренировки тоже делают тебя более гибким, растянутым Особенно, если ты тренируешь мышцы в растянутом положении Мне не очень понятен посыл, что силовые тренировки делают тебя более гибким Каким образом вообще они должны это делать? Суть силовых тренировок в том, что ты подконтрольно сокращаешь мышцы Расслабление – это всего лишь часть этого процесса Может быть, он имел в виду, что если ты только в экцентрической фазе тренируешься во всех упражнениях То ты вот растягиваешь все свои мышцы Но ты тоже, нужно понимать, что они когда растягиваются, ты все равно их напрягаешь Если бы ты не напрягал мышцу в негативной фазе упражнения, то вес бы там просто падал Или в отжиманиях ты бы не опускался вниз медленно, да, растягиваясь Просто бы падал вниз и ударился бы грудью об пол А ты опускаешь себя медленно именно за счет того, что у тебя постоянно есть напряжение в работающих мышцах Это понятно Поэтому говорить о том, что силовые тренировки делают тебя более гибким – это очень странное заявление Тренировки на гибкость, на растяжку, на увеличение подвижности делают тебя более гибким Но не силовые тренировки Наоборот, силовые тренировки очень часто приводят к формированию участков мышцы, так называемых триггеров Где мышечная часть сократилась и затем не смогла сама расслабиться И затем ее нужно разминать, нужно выполнять специальные упражнения на то, чтобы она вернулась в свое исходное положение Заняла свою исходную длину Понимаете? То есть силовые тренировки, наоборот, не делают вас гибким А если вы регулярно делаете одни и те же упражнения, то они, наоборот, вас зажимают со временем Потому что вы приучиваетесь работать именно в той амплитуде, в которой вы делаете И это, если не полная амплитуда, то вы увидите последствия такого действия Кстати, это также видно не только на примере силовых тренировок, но и на примере образа жизни Люди, которые сидят вот постоянно с компьютером, они такие скрюченные Они дальше, когда выходят из-за компов, они также себя скрюченно ведут, скрюченно ходят Да, те, кто смотрят в телефон, постоянно у них вытянутая шея, они от этого страдают Это все можно исправить именно за счет специальных тренировок, направленных на растягивание, расслабление зажатых мышц Которые зажались непосредственно в процессе нагрузки Поэтому, как здесь помогут силовые тренировки? А то есть, если мне не нужно садиться на шпагат, если мне не нужно удивить своего партнера в постели То можно, в принципе, не делать растяжку? Еще раз, растяжка, гибкость, подвижность – это все моменты, которые очень сильно влияют на качество вашей жизни Если вы хотите иметь возможность в 50, 60, 70 лет самостоятельно нагнуться и завязать себе шнурки Или сделать любое другое действие, которое вам без труда давалось в детстве и в молодости То вам необходимо работать над своей растяжкой Вам необходимо уделять этому внимание Это не связано с тем, чтобы садиться на шпагат Это не связано с тем, чтобы удивлять своего партнера в постели Это связано именно с тем, чтобы вы сохраняли как можно дольше возможность выполнения большого количества разнообразных действий Безопасно для вашего здоровья А то сейчас уже даже можно увидеть относительно молодых людей, да, там, под 30, под 40 У которых есть проблемы с тем, чтобы завязать себе шнурки, не садясь куда-нибудь посидеть Они не могут просто дотянуться, они не могут наклониться, не могут Не позволяет им их это тело Понимаете, в чем дело? Так что растяжка – это критически важный момент именно с точки зрения качества жизни Ну вот у тебя сколько времени на тренировки есть? Ну, где-то 2-3 раза в неделю по часику Ну вот у тебя и так мало времени Согласитесь, рациональный будет его потратить на те вещи, которые дают больше результата Как для здоровья, так и для внешнего вида И эти вещи – это точно не растяжка Если говорить с точки зрения внешнего вида Да, объема мышц, визуалки, все это грудные, пресс и так далее То он действительно прав, если у вас есть 2-3 часа Что невероятно мало на самом деле Но лучше, чем ничего И ваша цель именно выглядеть Не чувствовать себя здоровым, а выглядеть здоровым То да, потратьте их на силовую тренировку И вы гораздо быстрее получите желаемый результат Но если же мы говорим про здоровье То нужно и силовые делать Нужно и на кардио тратить время Нужно и на растяжку уделять тоже время Понимаете? Все три этих составляющих, они определяют ваше здоровье и качество вашей жизни Поэтому выделять что-то одно, если мы говорим с точки зрения здоровья, здесь нельзя Если говорим с точки зрения внешнего вида Действительно, вашу растяжку по вашему внешнему виду не увидят Только если вдруг вы решите поразить кого-то своими способностями Но внешне вы ее не увидите Точно так же, как и здоровье сердечно-сосудистой системы Когда человек здоров, внешне это не увидят Когда он болен, по нему можно будет увидеть, что у него есть проблемы с сердцем Но если он здоров, плюс-минус, то внешне это будет увидеть В итоге, резюмируя, мне кажется, что Павел слишком сильно принижает значение растяжки Нивелирует ее важность и вводит своих подписчиков в этом шорте в заблуждение относительно того К чему они должны уделять свое внимание Никогда не было интересно, как растут наши мышцы после тренировок? Было Нет, не потому что вы их якобы и повредили, и организм их восстанавливает И вот он как шрам, мышцы зарастают, становятся все больше и больше Вообще-то механизм компенсации вследствие повреждения мышечных волокон Это один из трех механизмов, вследствие которого мышцы растут И это доказанный момент Наша мышца примерно выглядит как провод Если его разрезать, там будут еще провода Эти провода разрезать, там будут еще более мелкие провода Надеюсь, на меня не обидятся электрики за терминологию Провод это не совсем точная аналогия Более точная будет сравнение наших мышц с поездами То есть это не провод, единая структура А это именно поезд, состоящий из таких вот вагончиков, которые соединены друг с другом Это вот именно такие вот вагончики соединены между собой Причем они разной длины друг к другу Они относительно друг друга могут быть смещены, эти поезда И так далее Это все интересные моменты, в которые вообще обычному человеку Нет смысла особо вникать для достижения результата Но для понимания того, как устроен организм Это может быть полезно Короче, одно из этих маленьких проводов называется мышечное волокно У нас их очень много в каждой мышце Когда мы доходим близко к отказу, напряжение в мышечных волокон Запускает химическую реакцию на генетическом уровне Это называется механо-трансдукция Эхано-трансдукция, это, собственно говоря, преобразование механических символов В внутриклеточный биохимический ответ Так что не нужно бояться этого термина Он, может быть, звучит немножко страшно Но ничего сложного в нем нет И чем ближе вы доходите к отказу Тем больше мышечных волокон получает вот это вот напряжение И после этого начинается строительство новых белковых структур в нашей мышце Длится оно порядка 24-72 часа Скажу честно, что я не знаю, откуда он взял информацию про 24-72 часа Я нигде в источниках не встречал такого именно интервала времени Единственный момент, где я видел про конкретные указания на скорость и продолжительность Времени построения нового мышечного волокна, новой миофибрилы Это было в работах Силуянова И там дана информация про то, что новое мышечное волокно строится на 90% за первые 15 дней И оставшиеся 10% достраивает в течение следующих трех месяцев Примерно Откуда он взял про 24-72? Я не знаю Единственное мое предположение, что он путает процесс построения новой миофибрилы С продолжительностью этого процесса С продолжительностью времени, в течение которого в организме осуществляется повышенный синтез протеина Который необходим для строительства новых миофибрилов Вот этот второй процесс, он действительно занимает порядка нескольких суток И этому можно найти подтверждение Но то, что новое миофибрилы строятся за 72 часа 3 дня Я не знаю Я это не видел Если вы вдруг знаете, откуда он взял эти цифры Пожалуйста, напишите в комментариях Мне было бы интересно посмотреть, узнать это исследование Но пока что у меня есть серьезные сомнения на тему того, что это действительно так Никаких подтверждающих источников Он сам не привел И я их не обнаружил Поэтому теория о том, что мышца восстанавливается 2 недели И нагружать мышцу нельзя более чем раз в неделю Это, как правило, ерунда Это нужно прям очень жестко убить эту мышцу, чтобы она восстанавливалась в 2 недели За 2 недели человек уже начинает терять мышцы Мне непонятны фразы, как правило Очень жестко и начинает терять мышцы за 2 недели Потому что ничего подобного я в научной литературе не обнаруживал Опять же, как я уже сказал при разгоре первого ролика Все это очень индивидуально Зависит от огромного количества параметров И обычному человеку, если его задача заключается просто в том Чтобы привести себя в отличную физическую форму Лезть во все эти биохимические процессы внутри организма Нет никакого смысла Что тут за тракторы разъездились, да? Так же, как если ваша задача научиться вводить и сдавать на права Вряд ли вы будете лезть внутрь двигателей Под капотами болитов формулы 1 Разбираться, как они устроены И как ведут себя пилот в формулу 1 Это совершенно другой уровень И все то знание, которое там может быть Лично для вас, пользы особой нести не будет Поэтому это только с точки зрения расширения кругозора Но опять же, я не вижу Я не вижу, откуда он берет эти данные Про то, что за 2 недели, если не тренироваться, организм начинает терять мышцы Про то, что они строятся за 3 суток Про то, что не 2 недели мышца выстраивается новой Я очень много, очень много каких-то цифр конкретных, каких-то данных При этом нет абсолютно ссылок ни на какие источники И то, что он говорит, не бьется, например, у меня с моими данными И с теми источниками, которые у меня есть Поэтому в плане этого видео я могу только прокомментировать ту часть Про то, что мышцы не растут из-за механического повреждения Растут Есть 3 основных механизма, доказанных наукой Которые влияют на мышечный рост Это механическое повреждение Это механическое напряжение, про которое он говорит в этом ролике И это метаболический стресс Вот это вот 3 механизма И все 3 они влияют на мышечный рост Почему он отрицает доказанный наукой один из механизмов Мне совершенно не ясно Может быть, ради просмотра Не знаю Но учитывая его ошибку в этом моменте Есть подозрение, что он также ошибается и в остальных моментах в этом ролике Если вдруг у вас есть другая информация, пожалуйста, пишите в комментариях Сколько людей до сих пор качают свой пресс в надежде на то, что оттуда уйдет жирок и появятся кубики пресса? Сколько людей до сих пор делают сведения, разведения ног в надежде на то, что с ног уйдет жирок и тут все подтянется? Как не придешь в зал, все постоянно делают кардио, потому что кто-то сказал, что от кардио сжигается жир Вообще-то от кардио сжигается жир и это доказано Да, условия, при которых от кардио начнет сжигаться жир, они весьма специфичны И подавляющее большинство людей, которые приходят в зал и бегают на дорожке 10-15 минут перед тем, как приступить, допустим, к силовой тренировке Они, естественно, не достигают этих условий, но сам факт того, что кардио сжигает жир Низкоинтенсивные продолжительные тренировки приводят к тому, что организм начинает использовать жирные кислоты в качестве источника энергии Это факт На мой взгляд, это одна из главных проблем, что люди думают, что красивое тело делается с помощью тренировок Красивое тело делается с помощью тренировок, да Если вы попробуете сделать красивое тело, если вам придет в голову такая идея, что вы сможете сделать его только с помощью диеты Давайте я вам покажу разницу между тем результатом, который вы получаете только с помощью диеты Ограничение по калориям, вся эта ерунда Вот такой результат И тем, который вы получаете с помощью диеты и тренировок Вот такой будет Понимаете, в чем разница? Да? Я думаю, наглядно видно, почему нужно и следить за своим питанием, и следить за своими тренировками Да, с помощью тренировок, но это только лишь полключика к результату Нужен еще второй ключик, и это питание Полключика и ключик, это полтора ключика То есть, если он хотел сказать, что два компонента вместе дают один ключ, с помощью которого вы откроете секрет идеального тела Он понадобал полключика и полключика сделать, а у него получилось полключика, еще ключик, это полтора ключика И один ключик открывает питание, а второй полключика бестолковый, бесполезный Что можно открыть в половине ключика? В принципе Я сам первые 3-4 года тренировок не следил за питанием, потому что не знал, как и что делать И поэтому психовал, почему у меня постоянно нету прогресса А он упертый парень, 3-4 года тренироваться без прогресса и не пытаться что-либо изменить, просто психовать Упертый, да, целеустремленность Это, кстати, одни из тех факторов, которые помогли ему развить свой YouTube-канал Это схожие процессы с тренировками, потому что первое время, которое может быть достаточно продолжительным Ты работаешь, ты снимаешь, просмотров нет, зрителей нет, подписчиков нет, ничего нет И это может длиться достаточно долго, и ты должен продолжать работать, продолжать делать, веря в то, что рано или поздно ты получишь результат А большинство людей, они сдаются раньше, они бросают тренировки, они бросают снимать, потому что они думают, что результат должен приходить быстро Ведь им в интернете обещали, что они накачают пресс за 5 минут, накачают руки за 7 дней, да, получат 100 тысяч подписчиков за неделю и так далее Самое простое, что вы можете сделать, чтобы начать разбираться в питании Скачайте какое-нибудь приложение для подсчета калорий и начните вести свой пищевой дневник Самое простое, что вы можете сделать для того, чтобы начать разбираться в питании Это посмотреть вот эти два базовых ролика В одном вы узнаете, что такое белки, жиры, углеводы и калории И как это все работает в нашем организме А в другом узнаете про концепцию баланса калорий Понимание которой необходимо, если вы хотите набрать мышечную массу или избавиться от лишнего веса Или хотите поддерживать у вас текущий вес Вот это вот все объясняется простым, доступным языком, да И после этого вы поймете Уже после того, как вы вот поняли базу, поняли, как устроена еда и из чего состоит пища Как все это взаимодействие с вашим организм Тогда уже можно скачивать непосредственно приложение для подсчета калорий И начинать считать свои калории, потому что вы будете уже понимать, что и для чего вы делаете То есть приложение это как инструмент, который вы можете использовать Но они не дают понимания Так же как вот молоток вы можете использовать, чтобы забивать гвозди Но он не даст вам понимание того, как построить что-нибудь из дерева Лодку, дом, я не знаю, что вы хотите построить Скворечник, да, например Это разные моменты Смотрите, что вы едите и сколько вы едите У большинства людей их пищевая корзина выглядит, как будто бы ребенку дали денег И разрешили есть все, что он захочет Да, это не сказал бы, что у большинства, но встречаются такие моменты Что касается самого ролика, действительно, как я уже сказал Если вы хотите получить результат, нужно объединять контроль за питанием и контроль за своими тренировками Этим упражнением не получится эффективно накачать кубики пресса Многие уже знают, что здесь работают не мышцы пресса, а всю нагрузку забирают сгибатели бедра В том упражнении, которое он показал, нагрузку сгибатели бедра забирают только в моменте, пока его бедра не оказываются параллельны с полом После этого, для того, чтобы дальше их поднимать, он начинает подкручивать свой таз И, соответственно, напрягать те самые мышцы пресса Поэтому в амплитуде от 90 и выше он включает в работу пресс Поэтому его заявление о том, что в этом упражнении всю нагрузку забирают мышцы сгибатели бедра Не соответствует действительности Чтобы сделать это упражнение больше на пресс, поставьте гриф, наденьте на него валик Таким образом, чтобы он оказался в районе поясницы Это позволит вам растянуть мышцы пресса и работать преимущественно за счет скручивания позвоночника, нежели чем просто поднимать ноги Либо, если не хотите заморачиваться, делайте просто обратные скручивания Выполняйте движения не за счет поднятия ног, а за счет скручивания таза К общих омсками желательно не касаться, чтобы постоянно держать напряжение на мышцах пресса Вот эти те самые обратные скручивания, которые он показал, это и есть вторая половина движения в подъеме ног И у меня на канале есть... Мне кажется, сейчас ливанет сильно У меня на канале есть отдельный ролик, который так и называется Почему подъемы ног? Это пустая трата времени для тех, кто хочет именно прокачать пресс Потому что пресс будет работать только во второй половине Что касается его предложения использовать штангу для того, чтобы растянуть свой позвоночник Мне кажется, что он недооценивает травмоопасность этого движения Именно из-за того, что в начальном положении, когда у вас максимальная нагрузка У вас перерастянут Ваш позвоночник находится в перерастянутом положении То есть он длиннее, когда мышцы удлинены Чем естественное его положение При этом, с точки зрения увеличения нагрузки Это не дает вам значительных прибавок То есть те же самые подъемы ног, которые он делал с согнутыми ногами Вы можете просто, выпрямляя ноги, увеличивать интенсивность этого упражнения То есть будет увеличиваться длина рычага, длина плеча силы И, соответственно, нагрузка на мышцы пресса будет больше Просто вместо согнутых ног начинайте их распрямлять Вам будет выполнять упражнение сложнее При этом в начальной точке у вас не будет чрезмерного переразгибания позвоночника Он будет находиться в естественной своей длине Что гораздо более безопасно Это мое замечание по поводу его данного приложения Что касается просто вот этих вот обратных скручиваний То да, ну ровно абсолютно та же самая логика Он просто исключил нижнюю часть, где работают сгибатели бедра Тренируют чисто прессом Если выпрямят ноги, будет делать это все дело тяжелее Поэтому основная, наверное, претензия к этому ролику заключается в словам Этим упражнениям нельзя накачать мышцы пресса Потому что им можно накачать мышцы пресса Почему важно делать разные упражнения на одну и ту же группу мышц? Почему? Нельзя просто взять одно упражнение и в нем прогрессировать Почему нельзя? В одном исследовании первая группа людей тренировала трицепс разгибания сверху вниз Вторая группа людей тренировала трицепс разгибания снизу вверх над головой Вторая группа нарастила больше мышц, но был один интересный момент. Вся мышечная масса трисовства приросла в основном ближе к локтю. А в первой группе, которые делали разгибания сверху вниз, вся масса приросла ближе к верхней части руки, причем больше даже, чем во второй группе. Судя по его картинке, у первой группы больше мышечной массы приросло ближе к локтю, чем в верхней части. И прирост меньше, чем во второй группе был. Этот феномен называется региональный рост мышц, и он был замечен во многих мышцах, с ногами тоже самая ситуация Именно поэтому, если вы хотите растить мышцы и развиваться равномерно, вам нужно делать разные упражнения И нагружать мышцы в растянутые позиции и в сокращенные позиции, но не все упражнения считаются разными Например, если вы сначала сделали жим в штанге лежа, потом сделали жим в гантели лежа, жим в тренажере То вы, по сути, нагрузили грудную мышцу в одном и том же положении, так делать не надо Региональная гипертрофия или возможность тренировки отдельных частей мышцы Это довольно сейчас горячая тема, на которую появляется все больше интересных исследований С моей точки зрения, многие из них не заслуживают полного нашего доверия То есть однозначно говорить о том, что есть возможность прокачивать части мышцы по отдельности И, например, желаемый многими пик бицепса тоже можно отдельно накачать Об этом пока еще не идет речи И если вы посмотрите на то, как организованы эти исследования К сожалению, на вот эти конкретные работы он не привел ссылки Но я видел стрим Замятина про региональную гипертрофию Видел то исследование, как оно проведено, и у меня возникли вопросы к нему Поэтому говорить о том, что можно делать разные упражнения И нужно это делать, если вы хотите прокачать мышцу равномерно Как-то изменить ее строение Это очень сильно пока еще притянутая идея То есть, да, если у вас есть какая-то крупная мышечная группа, например, грудные У которой есть огромное количество точек крепления То, выполняя разные упражнения под разными углами, вы будете задействовать разные части этой мышцы Разные мышечные волокна И, соответственно, сможете смещать акценты Делать на какую-то часть больше акцентов, на какую-то часть меньше, да? Это касается грудных, это касается там квадрицепса и так далее В этом есть определенная логика Логика в том, что выполнение упражнения в разной амплитуде Будет приводить к тому, что будет какая-то ее часть по-разному прокачиваться Она пока что не имеет однозначного подтверждения То есть, по крайней мере, те исследования, которые я видел В них всегда большая часть растет именно в части, которая ближе находится к точке оси вращения То есть, если мы говорим про бицепс или про трицепс У нас ось вращения проходит через плотевой сустав И вот именно в той части мышцы, которая ближе к этому креплению, к точке оси вращения Там растет больше Если, опять же, мы вернемся к идее о том, что наши мышцы устроены как поезда В которых есть вагончики И эти вагончики как бы друг на друга начинают оказывать влияние То, соответственно, когда вот у вас мышца полностью растянута Вы начинаете ее сокращать То у вас вот этот первый вагончик, он начинает толкать следующий вагончик Второй, второй, второй При этом вагончики, которые находятся на другом конце мышцы Они находятся еще в своем обычном состоянии, их не сжать Потому что это не вагончики, знаете, а вот как поезд, но состоящий из баянов, гармонии, знаете, которые вот такие растянутые И они потом вот эти вот меха сжимаются Вот этот вот поезд, состоящий из таких гармоний И, соответственно, когда у вас первые уже сжались То идея вот региональной гипертрофея на этом строится То последний у вас при этом все равно растянутый И они как бы недозагружены, да, и не получают того же уровня стресса, нагрузки, чего угодно Что и те, которые находятся ближе к оси вращения И поэтому, выполняя вот движения в частичной амплитуде Вы нагружаете только часть мышц, которая ближе к оси вращения Но при этом это будет всегда так То есть вне зависимости от выполняемого упражнения Вы всегда сможете большую нагрузку дать только той части, которая находится ближе к оси вращения И этот момент еще надо проверять, надо делать конкретные исследования То есть, однозначно сказать, что это действительно так и есть На данный момент нельзя Хотя следует отметить, что в последнее время появляется все больше и больше исследований Поэтому говорить о том, что нужно делать упражнения в растянутой и сокращенной позиции Ну, делайте просто в полную амплитуду движения И у вас будет нагрузка по всей амплитуде, да Опять же, рекомендую посмотреть два ролика на эту тему Которые раньше были уже выпущены на канале Для лучшего понимания всего того, что происходит в ваших мышцах Это ролик про связь между длиной мышцы и напряжением И ролик про силовую кривую, который объясняет, как меняется нагрузка В зависимости от изменения угла в рабочем суставе Эти два фундаментальных ролика дадут вам гораздо большее понимание о том, как устроены ваши мышцы И что нужно делать для того, чтобы дать им большую нагрузку Поэтому, в принципе, совет про использование разных упражнений Он дельный там, где это имеет смысл И упражнения должны действительно быть разными То есть, как он сказал в конце, с примером Жима штанги лежа и жима гантелей лежа Это практически одно и то же упражнение Разве что, когда вы делаете гантели, вы можете в более растянутое положение уйти Вы можете гантели опустить ниже, поскольку у вас Машины без глушителя, это просто... Блин, я не знаю, кто на них едет У вас нет ограничений в виде штанги, которая опускается на грудь То есть, вы можете сильнее растянуть С этой точки зрения, жим гантелей лучше С точки зрения, что у вас при этом теряется стабилизация И больше нагрузка идет на мышцы стабилизаторы Поскольку каждая рука действует отдельно С этой точки зрения, вы сможете пожать меньше вес Нагрузка будет меньше И вот видите, все вот эти моменты, разные детальки Они и формируют ваш тренировочный процесс И у каждого они будут индивидуальны Каждому будет что-то свое Поэтому, в целом, я бы тоже рекомендовал использовать разные упражнения Но я бы рекомендовал делать это там, где в этом есть смысл Делать упражнения в частичной амплитуде Ну, однозначно у меня нет данных для того, чтобы подтвердить эту идею В общем, что касается канала Павла Тулы И про это я, в принципе, уже говорил в каком-то из разговоре Когда делал отдельные ролики На этом канале есть, безусловно, полезная информация Но на этом канале также есть и много антинаучной информации Я не знаю, откуда он берет Но его идеи, его слова не соответствуют действительности Не соответствуют тем данным, которые сейчас есть у науки И противоречат даже ей То есть, в данном ролике мы видели, что он отрицает механические повреждения Как фактор мышечного роста Как один из механизмов мышечного роста Он говорит о том, что при подъеме ног не работают мышцы пресса Хотя они работают То есть, вот куча таких моментов Они создают у меня впечатление Что Павел не слишком хорошо разбирается в том, о чем он рассказывает То есть, он может брать какую-то информацию из интернета От других авторов Пересказывать ее своими словами Подавать ее как свой материал Собирать на этом просмотры Но при этом он играет больше роль говорящей головы То есть, как Игорь Войтенко в свое время Который брал видео Джеффа Кавальера Брал видео Джеффа Шепарда Ниппорда, как его там Брал еще в других авторах И просто их рассказывал Но при этом говорить о том, что Игорь сам разбирался в этих всех вопросах Нельзя ни в коем случае Кстати, Павел даже внешне достаточно сильно напоминает нам Игоря Хотя, может быть, это просто совпадение Таким образом, мое общее впечатление о канале Нейтральное, ближе в сторону негативного Рекомендовать его с точки зрения образования себя И получения информации, которая позволила бы вам сделать ваши тренировки более эффективными Я не могу, есть гораздо более полезные, интересные, познавательные каналы по части фитнеса на ютубе И очень часто в нашем сообществе, если открыть раздел канала, если открыть сам сообщество Я публикую ролики и ссылки на каналы, которые мне понравились, которые действительно полезны Поэтому, если вы хотите быть в курсе появления таких новых каналов Обязательно подписывайтесь на наш канал и будете узнавать о них первыми На этом все на сегодня С вами был Антон, канал Street Workout Если у вас есть предложения для будущих разборов Если какие-то ролики или авторы вызвали у вас вопросы по части их компетенции Или чьи-то идеи кажутся вам революционными и антинаучными Пишите в комментариях Самое интересное видео мы, конечно же, посмотрим И сделаем на них разбор Надеюсь, что вам было интересно Мне, по крайней мере, доставляет удовольствие снимать для вас такие видео На этом все на сегодня Увидимся на уличных площадках вашего города